Уважаемые коллеги, добрый день! Как нас слышно? Звук нормальный? Начинаем вебинар. Я просто смотрю, чтобы все было нормально. Хорошо, спасибо большое. Начинаем вебинар, посвященный поведению исследования ПИЗа-2018 в образовательных организациях России. Это последний вебинар из серии подготовки и проведения исследований ПИЗа. Сегодня он посвящен конкретным вопросам, связанным непосредственно с тем, как проводятся исследования в образовательных организациях. Какие материалы вы получили, как организовать подготовку помещений, как организовать подготовку документации к проведению исследований, как проводить, каков сценарий, как собрать данные. То есть все по процедуре проведения тестирования, анкетирования в образовательных организациях. Я хотела бы вам представить Елену Ивановну Давыдову. Она отвечает, главный специалист, который отвечает за все вопросы, связанные с потоком информации, с обработкой данных, с подготовкой инструментария. И вот Лена Ивановна. И более детально остановится на всех вопросах, связанных с конкретным проведением тестирования, анкетирования в образовательных организациях. Коллеги, пожалуйста, все вопросы, которые у вас возникнут, фиксируйте в чате. И мы по завершении уже презентации обязательно ответим на все ваши вопросы. Если кто-то случайно не подсоединется, сейчас у нас уже в эфире более 600 человек. Вы не волнуйтесь, поскольку сразу же после проведения мы отправим по ссылкам информацию о том, как можно этот вебинар посмотреть. Самое главное, чтобы у вас были материалы все. Я надеюсь, что большинство школ уже получило, поскольку мы 2 апреля провели совещание региональных координаторов, и некоторые уже координаторы провели сразу же свои совещания. Но если вы не получили материалы, то я вам советую все-таки более подробно ознакомиться, или повторить просмотр этого вебинара, или более внимательно вначале ознакомиться с документами, а потом уже еще раз посмотреть все него правильно. Ждем от вас обратной связи коллеги, ну и давайте успехов к нашему вебинару. Елена Ивановна, я вам предоставляю слово, пожалуйста, и так немного ухожу из поля. Уважаемые коллеги, добрый день. Пожалуйста, напишите, видно нас, слышно. Так, сейчас мы запустим презентацию. Все видно, слышно, да? Замечательно. Как Галина Сергеевна уже сказала, наш вебинар посвящен процедуре проведения исследования ПИЗА-2018 в образовательных организациях. И сейчас я подробно вам расскажу о том, какие материалы должна получить каждая школа, какой график проведения тестирования, даты, сроки, как правильно заполнить документы. Расскажу и покажу анкету для администрации образовательной организации. И в конце мы поговорим о том, как правильно собрать материалы исследования и отправить их в национальный центр. Каждая образовательная организация, которая отобрана для участия в исследовании ПИЗА, получит... Кто-то уже имеет эти материалы, кто-то еще будет встречаться с региональным координатором, который передаст материалы. Два вида материалов. Это бумажные материалы, которые находят в конвертах. Конверты могут быть либо красные, либо зеленые. И второй вид материалов – это ее износители или флешки. Что находится в конверте? Конверт содержит, во-первых, список учащихся, которые отобраны для исследования. Далее форму участия, в которой будет отмечаться статус участия каждого ученика. Форма учетных данных учащегося. Я вам покажу, как они выглядят. Вот такой конверт получит каждая школа. На каждом конверте есть такая наклейка. На наклейке написано название региона, название школы, ID этой школы. Форма учетных данных учащегося – это листочки, где написаны все учетные данные, необходимые для входа учащегося в систему тестирования. Следующий материал, который находится в конверте – это протоколы проведения тестирования. Их два экземпляра. Об протоколе, списке и фоне участия мы поговорим подробнее чуть дальше. О том, как их заполнять. Также находится в конверте форма получения материалов. Эта форма заполняется и отправляется в национальный центр только тогда, когда есть какие-то материалы либо недополучены. Предположим, если на парете с флешками написано 13 штук, а по факту их 14, то есть больше или меньше, не совпадает с количеством, которое написано, то это нужно отразить в форме получения материалов. Или если не хватает каких-то из форм расписка или форма участия, то это тоже нужно написать в форме получения материалов. Форма возврата материалов, она заполняется уже когда исследование проведено и все материалы готовы к отправке. Схема расчета коэффициента участия. Тоже подробнее поговорим дальше об этой форме. Сейчас я не буду останавливаться. Форма учетной данной образовательной организации. Это один лист. Сейчас я его покажу. Достанусь с конвертом. Это такая форма, где также прописано для каждого учащегося. Только это в одном экземпляре дается в школу. Здесь написаны также учетные данные, логины, пароли для обхода в анкету администрации. Также предоставляется школе в конверте анкета для администрации по финансовой грамотности. Эта анкета на бумажном носителе состоит из двух листов. Соглашение о неразглашении данных. В эту форму, в это соглашение вносятся все сотрудники, которые принимают участие в проведении и исследовании ПИЗа в школе. И два руководства. Руководство по притению исследования и руководство по использованию программы тестирования. Как я уже сказала, второй вид материалов – это пакет с USB-носителями. Количество USB-носителей зависит от числа учащихся, отобранных для тестирования. Если отобрано от 26 до 52 учащихся, то USB-носителей будет 26 плюс один запасной, то есть 27. Максимальное количество флешек, которое может быть передано школе – это 27 штук. Если отобрано 25 и менее учащихся, то флешек предоставляется столько, сколько отобрано учащихся, плюс одна запасная. Перейдем к срокам проведения исследования. Как вы знаете, исследование ПИЗа в России проводится с 9 апреля по 19 мая. То есть все даты проведения исследования в школах должны стоять в этом временном интервале. У каждой школы может быть дата тестирования, то есть исследование может проходить не в один день, а в два или даже в три. То есть все зависит от числа компьютеров, сколько есть в школе. Так, и от количества компьютеров также и зависит количество смен. То есть все это индивидуально для каждой школы. Одна смена исследования занимает примерно 4,5-5 часов. Самый первый этап при проведении исследования, уже когда день, когда назначено тестирование, это подготовка компьютерного класса. Она занимает примерно от 30 до 60 минут. Все зависит от того, сколько компьютеров нужно подготовить. Что сюда входит, это включение компьютера, подключение флешки и диагностика. Когда компьютеры продиагностированы и вы убедились, что с ними все в порядке, тогда приглашаются уже учащиеся. Им раздаются формы с учетными данными, даются вводные инструкции и они выполняют тренировочный тест. На это уходит 15-20 минут. Здесь важно отметить, что все идет по сценарию. Этот сценарий прописан в руководстве по проведению тестирования. Он тоже находится в конверте. Оно это руководство. После того, как учащиеся выполнили тренировочный тест, начинается первый час тестирования. Этот раздел тестирования занимает, как я уже сказала, ровно час. Время отмечается в протоколе тестирования. После этого следует 5-минутный перерыв. После перерыва следующий час. И после второго часа тестирования будет более продолжительный перерыв. Примерно 15 минут. В это время учащихся можно отпустить в столовую. Или это уже по договоренности. И последняя часть исследования это анкетирование. На анкетирование уходит примерно 50 минут. Анкетирование состоит из трех частей. Это основная часть анкетирования по финансовой грамотности и анкета по использованию ИКТ. Почему примерно 50 минут? Если время строго ограничено, первый час, второй час, то в анкетировании нет строгого ограничения времени. Время такое носит рекомендательный характер. И для завершения работы потребуется примерно 10-20 минут. Это сбор флешек, выключение компьютеров, оформление документации. Я вижу, что вы пишете вопросы. На них я посмотрю и буду отвечать, когда закончу рассказ. Сейчас мы перешли к заполнению документов. Есть несколько документов, которые важно заполнить правильно. Первый документ это список учащихся. В этот список внесены все учащиеся, которые должны принять участие в исследовании. Ни в коем случае нельзя их менять. Это запрещено в исследовании ПИЗа. Эти списки были сформированы на основе тех данных, которые предоставила школа региональному координатору. А региональный координатор уже передал нам. Что важно отметить. Школьный координатор должен проверить этот список. Все данные, которые есть. Если допущены какие-то ошибки, то необходимо их исправить. Прямо в этом списке исправлять. Это могут быть какие-то ошибки незначительные. Также необходимо проставить код исключения. Это колонка 12. Сейчас мы с вами разберем подробно, какие коды исключения могут быть. Первый код это код 2. Родители не разрешили участвовать в исследовании. Такое может быть, но крайне редко. Если родитель действительно запретил участвовать, то необходимо предоставить письменное заявление от родителей. Потом это заявление вкладывается в конверт, когда отправляются материалы. И учащимся ставится код 2. Код 3 ставится в том случае, если учащийся находится на специальном или коррекционном обучении. Здесь возможно 3 случая. Если это функциональное нарушение организма, отклонение в развитии или недостаточное знание русского языка. Если особенности учащегося мешают ему участвовать в исследовании, отвечать на задания и на вопросы анкеты, то учащемуся ставится код 3. Подробно об этом коде. Если учащемуся поставлен код 3 по причине функционального нарушения организма или отклонения в развитии, то это должно быть подтверждено. Как именно? Школа оформляет информационное письмо, в котором информирует нас о том, что учащиеся, которые имеют ID, то есть у каждого учащегося есть ID, который записан в списке учащихся, нужно перечислить, если это не один учащийся, а несколько, перечислить их ID. Форму вы видите на слайде. Можно брать этот текст, который здесь записан, отметить, в связи с чем он не участвует, то есть это функциональное нарушение организма или отклонение в развитии. И важно, что подтверждающие документы находятся в образовательной организации. Подпись директора и печать. Печать школы. Если код исключения 3 стоит по причине недостаточного знания русского языка, то необходимо предоставить документы о том, на каком языке учащийся будет сдавать ОГЭ или ЕГЭ. Вернемся к тому, какие коды исключения еще могут быть. Если учащийся выбыл в другую образовательную организацию, то ставится код 4. Если он не посещает образовательную организацию, непонятно, куда выбыл и по каким причинам, код 5 не соответствует критериям участия ПИЗа, код N. Код N, какие это могут быть случаи. Если год рождения указан неверным, например, участвуют у нас учащицы только 2002 года рождения, но, предположим, по каким-то причинам возникла ошибка и учащийся другой год рождения, тогда вы зачеркиваете, исправляете это в списке и ставите код исключения N. Другой случай, если учащийся учится не в 7 классе и выше, а, например, в 6. Тогда вы тоже исправляете в списке класс, в котором обучается ученик, и ставите код N. Следующий документ, который необходимо заполнить, это форма участия. Форма участия заполняется уже непосредственно на самом тестировании. Здесь отмечается статус участия каждого ученика на тестировании и на анкетировании. Есть три кода участия. Так, вот туда. Ноль – это участвовал, один – ноль не участвовал, один участвовал, и два – частично участвовал. А частично участвовал – это считается, когда ученик отсутствовал более 10 минут. Если такое произошло, то нужно поставить код 2 и в комментариях написать количество минут, которые отсутствовал учащийся. Так, и еще хотела вернуться, сказать про список учащихся. У кого есть уже на руках эти формы, тому проще. То есть вы посмотрите на этот список. Наверху уже внесены данные. Это название образовательной организации, но также есть здесь строки «Координатор образовательной организации» и «Проводящий тестирование». А «Координатор» – он один, а список от школы будет один. И «Координатор» – то есть вписывается фамилия, имя, отчество координатора, а «Проводящий тестирование», если это будет несколько сессий тестирования, то значит «Проводящих» будет несколько. Эту строку можно не заполнять. Или если вы заполняете ее, то через запятую перечислять всех проводящих в школе, то есть в которой проводили тестирование. Возвращаемся к форумам части. Тоже все понятно, кто проводит. «Проводящий тестирование». Так, а слышно? Видео мы выключили, чтобы был лучше звук. Ага, и не слышно, да? Слышно, да? Хорошо, продолжим тогда. Протокол проведения тестирования. В этом протоколе отмечается дата тестирования, фамилии, имя, отчество проводящего, время тестирования и проблемы, с которыми столкнулся проводящий и учащийся во время тестирования. В самой первой строке, которая выделена красным, нужно внести идентификационные данные школы. Они берутся из списка учащихся. Либо из... на наклейках... А, и презентация зависла. Только что то, что мне сделать. Так, коллеги, теперь тот слайд. Да? Значит, про протокол проведения я говорила. Значит, понятно все с ним. Здесь главное записать время. И обратите внимание, что если это первый час тестирования, то часа до конца должно быть 60 минут, потому что это все-таки час тестирования, ни больше, ни меньше. Так. Для каждой сессии тестирования необходимо использовать отдельный набор форм участия и протоколов тестирования. Значит, что такое сессии тестирования? Это отдельно проходящие тестирования. То есть, один... Если, например, две аудитории, да, и одновременно проходит тестирование, то значит, это две сессии тестирования. И на каждую сессию должен быть свой проводящий. и отдельный набор форм участия и протоколов. То есть, перед тем, как планировать тестирование в школе, нужно прописать план, сколько будет этих сессий, сколько смен, сколько потребуется проводящих. Один проводящий, конечно, может несколько смен, несколько сессий проводить. И для каждой сессии тестирования свой код присваивается свой код тестирования. Код тестирования это двузначный код, и он вносится в форму участия и в протокол. Первая цифра обозначает порядковый номер проводящего, а вторая порядковый номер сессии тестирования для этого проводящего. Здесь приведены примеры, какие коды могут быть. То есть, если в школе два компьютерных класса, и в этих компьютерных классах будет две смены в один день, хотя это не важно, даже в один день или в два, то есть будет два проводящих, то есть один проводящий на один класс, второй на второй класс. У первого проводящего в первую смену будет код 11, у второго проводящего в первую смену будет код 21. И во вторую смену у первого проводящего будет код 12, у второго проводящего код 22. Думаю, что с этим все понятно. Об этом я уже сказала, Что необходимо перед тем, как присваивать код тестирования, необходимо составить список всех сессий тестирования, которые будут проходить в образовательной организации. Определить, кто из проводящих тестирования будет иметь код 1, а кто будет иметь код или номер 2. Расчет коэффициента участия. И он производится тогда, когда уже закончились все тестирования, которые запланированы, все сессии тестирования, которые запланированы в школе. Тогда берется эта форма и рассчитывается. Коэффициент здесь не рассчитывается, здесь просто в конце, в последнем пункте вам дается ответ. Либо проводить тестирование, да, либо не проводить, нет. Если вам сказали проводить дополнительное, ну не сказали, да, и по форме вы поняли, что нужно проводить дополнительное тестирование, то оно назначается также не позже, 19 мая. Нужно выбрать такую дату, когда будет максимальное присутствие тех учащихся, которые не присутствовали на основном тестировании. И тогда только проводить дополнительное. Анкета для администрации. То есть вы знаете, что помимо учащихся, в исследовании принимают участие и сама школа, то есть администрация, образовательная организация. Для ответа на вопросы анкеты администрации необходимо подключение к интернету. Ссылка на анкету находится, то есть прописана в форме с учетными данными. И анкета заполняется, она будет открыта уже с 9 апреля, и заполнить ее необходимо до 19 мая. Заходить можно несколько раз, то есть сначала часть сделать, да, какие-то вопросы отложить на потом, но очень строго до 19 мая анкета должна быть заполнена. Если вы ее не дозаполнили, то мы с 21 числа будем это отслеживать, смотреть и будем просить вас ее все равно дозаполнить. Чтобы понять, что с анкетой все в порядке, вы ее завершили, для этого необходимо, да, список вопросов есть в самом уже окне анкеты, да, наверху кнопочка список вопросов. Вы нажимаете на эту кнопку, и там будет список всех вопросов. И нужно, чтобы напротив каждого вопроса стояла зеленая галочка. Тогда все в порядке, ваша анкета заполнена. Вторая анкета для администрации – это анкета по финансовой грамотности. Это анкета в бумажном виде, она заполняется представителем администрации образовательной организации и потом вкладывается со всеми бумажными материалами и отправляется в национальный центр. Продолжение следует... Сейчас, о которых мы с вами говорили, они есть в этом руководстве. И если, например, не хватило форм, да, или вы не успели сделать копию с чистой формы, да, не заполненной еще, то можно снять копию прямо с руководства. То есть с формы, которая находится в руководстве. Также в приложениях есть руководство по заполнению анкеты для администрации. И вот тоже необходимо прочитать, изучить до того, как вы начнете заполнять анкету. Также в руководстве в приложениях находится сценарий проведения тестирования и анкетирования, по которому нужно идти и зачитывать его во время проведения тестирования и анкетирования в школе. После того, как проведены все сессии тестирования и проведение исследований завершилось в вашей образовательной организации, необходимо собрать все результаты учащихся с флешек. Все результаты находятся в папке, да, путь указан. Вот здесь вот посмотрите, жирным, вот черным цветом написано, где находятся эти результаты. На скриншоте тоже видно. Для каждого учащегося будет два архива. Архив, как он называется, это ID учащегося. И в конце написано Session 1. Это результаты тестирования. Далее. Второй архив. ID учащегося и Session 2. Это результаты анкетирования. На одной флешке может протестироваться не один учащийся, а несколько, да, например, двое. То тогда будет четыре архива. После того, как все архивы собраны в одной папке, да, в одном месте, их необходимо заархивировать, название архива указать ID образовательной организации и направить этот архив своему региональному координатору. Региональный координатор уже собирает архивы со всех образовательных организаций и направляет нам. Сделать это нужно до 19 мая. И здесь мы еще раз обращаем ваше внимание, что копирование информации с USB-носителей запрещено. Какие же материалы должны быть переданы образовательной организации региональному координатору? Во-первых, это список учащихся, отобранных для тестирования. В нем могут быть внесены правки, изменения, может быть он и без изменений, если все было в порядке. Второй документ – это форма участия. Если их было несколько, да, скорее всего их будет несколько, если по числу сессий тестирования их будет. Они все скрепляют. Следующий документ – это протоколы проведения тестирования. Их будет столько же, сколько и форм участия. Они также скрепляются вместе. Ангета для администрации образовательной организации по финансовой грамотности. Ну, с этим все понятно. Просто можно не забыть ее вложить в конверт обратно. Туда же. USB-носители. Сколько вам предоставлялось, то есть сколько вы приняли от регионального координатора, столько вы и вкладываете такое количество обратно в пакетик. Форма возврата материалов и соглашение о неразглашении данных. Все материалы должны быть доставлены в национальный центр до 28 мая. То есть, отметьте, что это не региональному координатору, а национальный центр уже. Уважаемые коллеги, если возникнут у вас какие-то вопросы во время проведения тестирования, пожалуйста, обращайтесь к нам по номеру, который указан на слайде, или по электронной почте. Также можно обратиться к региональному координатору, а он уже, если не сможет решить вопрос, обратится к нам. Большое спасибо за внимание. Сейчас я посмотрю вопросы, которые вы написали. Так, я вот не видела, в чате были вопросы или только в разделе вопросов? В чате были. Ну давайте я сначала посмотрю те, которые в разделе вопросов, а потом в чате. Значит, у нас в списке дублируется фамилия ребенка на второй странице. То есть, на первой странице фамилия ребенка указана последняя, это же фамилия на второй странице в списке. Вы просто можете на второй странице вычеркнуть его, прямо по всей строке. Если ID такое же, если полностью продублировалось, то просто ручкой зачеркиваете на второй странице эту строчку. Форма расчета коэффициента показывает только тех участников, которые в аудитории. Мы делим участников на два дня, поэтому если считать эту форму на каждый день отдельно, то есть... Нет, нет, считается только, как я уже сказала, по результатам всех тестирований, всех сессий тестирования в самом конце. Это не считай, вы просто. Ага. Каждый сотрудник заполняет отдельную форму о неразглашении или можно всех указать на одном листе. И как быть с наблюдателями? С них мы тоже собираем такую форму. Можно... Вот сколько влезает в эту форму человек, столько и записывайте. Если не влезут, нужно сделать копию, да, и продолжить уже на другом. То есть можно несколько человек вносить в одну форму. Наблюдателей, да, им тоже нужно заполнить эту форму. Если передано флешек по количеству учащихся и есть одна запасная, то надо тогда заполнять форму получения материалов. Если у вас все сошлось, да, все в порядке, то форму заполнять не нужно, форму получения материалов. И отправлять нам ее не нужно. Если он учится в СПО, УГЭГ не сдает. Как быть? Ну, если он учится... Да, здесь имеется в виду, да, что русский язык не родной язык. Тогда нужно указать, какие экзамены сдает, на каком языке. Тоже это все тогда оформить на бланке образовательной организации. СПО. Ну, СПО, да. То есть подтвердить, да, что он не обучается, не обучается на русском языке. У нас в школе обучаются дети обычной и с умственной отсталостью. В выборку на тестирование попали 11 обучающихся и с умственной отсталостью. Исходя из методических материалов, они освобождаются от данной процедуры. Надо ли предоставлять на них документы и какие именно региональному координатору. Ну, я думаю, что мы об этом уже сказали, да. Нужно... То есть документы не нужно, справки не нужно высылать. Достаточно оформить информационное письмо на имя национального координатора Ковалевой Галины Сергеевны с перечислением ID этих учащихся. В связи с какой причиной они не принимают участие в исследовании, да, это что это умственное развитие. И написать в этом письме, что документы находятся, подтверждающие документы находятся в образовательной организации. Главная подпись и печать. Как быть, директора школы? Которая заверяет как раз наличие документов в образовательной организации. Как быть, если учащиеся на момент тестирования, уже исполненные 16, тестируются 15-летние? Так, на это мы не обращаем внимания. Мы обращаем внимание только на год рождения. То есть, если... То есть, не высчитываем возраст учащегося. То есть, если в 2002 год рождения, все, он принимает участие, все нормально. Тектируются дети 2002 года рождения. Руководство... Здесь, видимо, ответили. Дата проведения никуда не сообщается. Если отсутствует менее 10% учащих, резервный день не устанавливается. Даты проведения сообщаются региональному координатору. Национальный центр, они могут... Ну, то есть, не нужно, не требуется, да, чтобы их сообщали нам. Это согласовывается, да, это согласовывается с региональным координатором, да. То есть, на региональном уровне выставляются даты. Я добавлю. В случае, если ваш регион или ваш муниципалитет попал под анализ и наблюдение международных координаторов, регионального координатора специально запросят о предоставлении данных. А вы все свои даты отправляете региональному координатору. Включите, пожалуйста, все-таки видео, чтобы отвечать на вопросы. Спасибо. Так, включили видео. Так, а как же наблюдатели? Ага. У нас есть, значит, международные наблюдатели, которые... То есть, регионы знают, если к ним едут международные наблюдатели, они... Если у вас наблюдатели из региона, да, то это нужно с ними согласовывать уже и приглашать их, когда вы назначите дополнительное тестирование. Так, анкету для администрации по финограмотности заполняет один представитель администрации или ее надо копировать по числу членов... Нет, анкета одна от образовательной организации. Ее может заполнять один человек, может коллектив заполнять, но главное, что она одна. Ребенок с ОВЗ безумственной отсталости находится на домашнем обучении по состоянию здоровья. Надо ли ему принимать участие в исследовании? Если он отобран и может прийти, то он принимает участие в исследовании. Если он находится на домашнем обучении, да, в состоянии здоровья, ну, значит, какая-то есть медицинское заключение, да, которое подтверждает, что он не может принимать участие в исследовании, то просто он вписывается в информационное письмо, о котором я уже говорила. И презентация, да, я еще раз... Презентация будет у всех, то есть мы направим ее. Вы можете посмотреть текст этого письма. Да, и видео, и презентация, все будет выслано. Наблюдатели, но это решается на региональном уровне. Ну, уважаемые коллеги, международные наблюдатели отбираются по специальной процедуре. Наши представители регионов, которые попали под международные наблюдения, предоставили свои кандидатуры, специалистов, которые хорошо знают систему образования, которые хорошо знают иностранный язык, потому что им приходится общаться с международными экспертами. Их отобрали, они прошли специальное тестирование. И после утверждения, уже сейчас, имея определенный список школ, школы также выбираются по определенной методике для международного наблюдения. Вот на этой неделе как раз и осуществляется подбор, подбор или определение школ, регионов и международных наблюдателей. Так, Евгений Александрович Зорин спросил про решен ли вопрос по предоставлению справок о болезни. Но это, мы-то уже, да, уже ответили на этот вопрос. Да, да, есть слайд. А подключения? Нет. Интернет нужен только для анкеты администрации. Для того, чтобы протестировать учащихся, интернет не нужен. Ну, для отправки материалов. Ну, да, это один компьютер от школы должен быть с интернетом. Во сколько начинается тестирование и кто это определяет? Это определяет школам. Возможно, это нужно согласовать с региональным координатором. Пожалуйста, скажите, когда будут списки 52 участников. Так, если этот вопрос могли задать коллеги из Татарстана, да, из Республики Татарстан, или из Московской области, Сахарина. Ну, да, есть несколько регионов, представители которых не участвовали в совещании региональных координаторов, и материалы были направлены службой доставки. Вот, поэтому в ближайшее время ждите материалов со списками. В понедельник, да, они будут. Так, если проводится тестирование только по финансовой грамотности, тестирование будет состоять из двух частей, или одна часть? Да, тестирование по процедуре ничем не отличается от тестирования, которое проходит на основной выборке, национальной выборке, то есть общероссийской. Будет разница только в... Даже в вариантах не будет разницы. Просто в выборке по финансовой грамотности будут тесты, варианты, в которых в каждом варианте будет часть по финансовой грамотности. Если в основной выборке варианты могут содержать различные блоки, да, вариант математика, чтение, там, чтение, глобальные компетенции, то в финансовой грамотности, в выборке по финансовой грамотности, в каждом варианте будет финансовая грамотность. Я добавлю, не только финансовая грамотность, а дополнительно математика и чтение. Это обязательно. В каждом варианте в одной части будет только финансовая грамотность, а в другой части будет математика и чтение. И математика, и чтение. Если обучающихся 52, то делим на сессии. Первая и вторая смена. Да, если количество компьютеров позволяет так сделать, то будет две смены. Или одна смена, если число компьютеров более 50. Нет, флешек у нас 20. А, флешек нет, да, извините. На каком носителе передавать результаты тестирования? Где его взять? Результаты тестирования могут быть направлены... То есть их не обязательно передавать на каком-то носителе. Можно либо по закрытым каналам, если у вас есть такие... Либо это должен быть архив с паролем, который вы направите региональному координатору. Региональный координатор нам, и нужно, конечно, сообщить этот пароль. Но дополнительно все флешки полностью, да, все материалы, которые будут у вас включать, как сказала Елена Ивановна, будут включать и все формы заполненные, да, анкеты по финансовой грамотности и все флешки с результатами. Вы передаете региональному координатору, а потом передается в национальный координатор. На какую флешку скидывают все архивы? А, ну вот, собственно, об этом сказали. Все необходимые документы для проведения будут в конверте. Да, верно. Все документы, вот о которых сейчас мы говорили, будут в конверте. С одной флешки можно тестировать нескольких обучающихся. Если один обучающийся прошел тестирование, мы архивы с ответами копируем с флешек или вырезаем, чтобы они на флешке не остались и не продублировались уже с новички. Нет, ничего не делаем, так как просто еще дозаписываются архивы, да, то есть плюсуются. Будет, например, 6 учащихся протестировано на одной флешке, будет 12 архивов. Просто нужно еще раз обратить внимание, что название каждого файла включает первый уникальный идентификационный номер каждого учащихся. Поэтому никакого наложения не может быть между результатами разных учащихся. Есть ли демо-версия тестирования? Задание тестирования и форма вы можете посмотреть на нашем сайте centroroko.ru Да, больше демо нет, но там можно познакомиться с тем, какие задания, типы заданий. Там есть специальная рубрика организации проведения тестирования PISA 2018 в России и по каждому направлению, по математической, читательской, естественно-научной, глобальным компетенциям и финансовой грамотности. Там выложены материалы с подходами к тестированию и дополнительные примеры заданий. Так, сейчас перейдем, где раздел чатов. Да, здесь тоже вопросы есть. Но начнем с конца, потому что начало, не знаю, где искать. Так, за сколько дней до проведения тестирования материалы предоставляются в образовательную организацию? Так, это хороший вопрос. В принципе, наверное, материалы тестирования, то есть дата, зависит еще от того, когда будут материалы тестирования, и это с региональным координатором нужно решить. Так как все-таки региональный координатор предоставляет вам материалы, и когда он назначит встречу, когда передаются эти материалы. Здесь может быть следует добавить, в каждом регионе своя система, да, и свой график передачи. В некоторых регионах уже прошли совещания, на которых региональный координатор собрал координаторов из всех образовательных организаций и уже передал материалы в школу. В некоторых регионах из центра регионального будут в вашу школу направлены представители, и заранее вам не передадут материалы. То есть в день тестирования вы непосредственно получите материалы через представителей регионального центра, который будет являться главным наблюдателем за проведением тестирования в вашем образовательном учреждении. Так, флешки по окончании направлять почты в Москву от регионального координатора. Да, верно, от регионального координатора, ну, через регионального координатора. То есть не нужно, чтобы каждая школа присылала нам материалы. Тест передается на флешках. Да, он только на флешках и больше никак. То есть нет никаких вариантов. Тест и анкета, то есть программа тестирования только на флешках, которые предоставляет национальный центр. Можно ли проводить по двум предметам в один день, если на базе школы тестируются две образовательных организации? По двум предметам? Не совсем понятно, что значит по двум предметам, может быть, два раза. Может быть, имеется в виду, что мы говорили, там будет и оценка математической грамотности, естественно, научной. Уважаемые коллеги, каждый ученик получит набор из различных заданий. Один ученик может получить и математику, и естествознание, другой – глобальные компетенции, и естествознание. Более двухсот вариантов, в которых представлены различные комбинации всех образовательных областей, функциональной грамотности, которые оцениваются в рамках исследования ПИЗа. Подключение всех ПК к интернету обязательно или не обязательно? Так, это мы сказали, что интернет не нужен. Можно ли изменить. Куда сбрасывать все архивы? Это тоже мы сказали. Да. Можно ли изменить число ПК для тестирования? Проведя повторную диагностику всех ПК, выявлено, что USB-порт не садцует заявленным по расследованию пунктом руководства. Можно ли изменить число ПК для тестирования? Я знаю. Число ПК. Вы имеете в виду то, что уже предоставлено, то есть вы писали, да, какое количество у вас компьютеров, и сейчас это число компьютеров поменялось. Ну, да, значит, просто изменится у вас план тестирования, возможно, будет больше, будет больше сессий тестирования. Здесь уже по обстоятельствам, да, по изменившимся нужно действовать и решать. Если ребенок отсутствует по болезни, что делать? Если ребенок заболел, да, предположим, это простудное заболевание, и до 19 мая он придет в школу, то нужно организовать дополнительное тестирование. Елена Ивановна, ну, в ситуации, что если образовательная организация покрывает 90% участия, то можно и нет по схеме. Если схема коэффициента участия говорит вам о том, что дополнительное тестирование нужно проходить, то, значит, этого ребенка ждем и проводим дополнительное тестирование. Но если это один из 52... Ну, конечно, если схема сказала, что нет, вы можете не проводить дополнительное тестирование, да, вот из-за этого одного ребенка, то вы можете не ждать его и все, собирать материалы, отправлять. На какую флешку скидывать все архивы? Так, этого тоже сказали. Можно ли проводить вам предмет? А, все, мы тут. У нас из-за татарской школы язык обучения татарский. Обязательно ли детям сдавать ОГЭ на татарском, если мы код поставим 3? Но если ОГЭ сдается на русском языке, то, значит, учащийся обучается на русском языке. И код 3 здесь в таком случае не вся. Простите. Если ваши учащиеся сдают экзамены, экзамены за курс основной школы на русском языке, это означает, что они и должны проходить тестирование на русском языке. Мы не имеем права их исключать. Вот объяснение, в смысле, это ответ на ваш вопрос. Им не обязательно проходить ОГЭ на татарском языке, если у вас не проводится ОГЭ на татарском языке. Но если они сдают на русском языке, это дает это подтверждение того, что они могут проходить тестирование, исследование ПИЗа на русском языке. Следующий вопрос. Можно ли посадить учащихся в разные кабинеты? Не в один. Конечно, можно. Но на каждый кабинет, как я сказала, нужен отдельный проводящий и отдельный набор форм и протоколов. То есть это считается отдельной сессией тестирования. У нас участвуют 6 обучающихся, продиагностированы 4 ПК. Что делать? Ну, значит, вы просто делаете 2 смены, 2 сессии тестирования будет. Подскажите, пожалуйста, как нам получить конверт с материалами. Обратитесь к своему региональному координатору. То есть, если вы не знаете, кто у вас региональный координатор, то напишите нам или позвоните, мы вам скажем. Дату проведения назначает образовательная организация и согласуют ее с региональным координатором. Презентации будут вам направлены после вебинара. И также все материалы будут находиться на нашем сайте centroko.ru Обязательно так про интернет мы поговорили. Если флешка неисправна, что делать? Вот именно для этого вкладывается дополнительная флешка. Обязательное участие по количеству участников. Но, как вы знаете, в схеме расчета коэффициента участия нет какого-то процента, 95 это или 90. И поэтому нужно идти по схеме и исследовать. То есть, если вам сказали «да», то проводим. Нет, то не проводим дополнительное тестирование. Архивы с результатами на своей флешке должны передаваться. А, на своей флешке должны передаваться. А, ну это тот же вопрос по сбору материалов. Да, по электронной почте передается. Все интернациональные, на своей флешке. Куда записывать все архивы? Это может быть один компьютер, то есть, либо все флешки вы собрали и накопировали в одну папку на компьютере. Потом уже архивируйте. Так, давайте посмотрим, выразили вопросов, да, там появилось 4 вопроса. Или там флешки. А, ну это мы ответили. Ну, вроде как мы ответили на все вопросы. Еще один вопрос. На вопрос в нашей школе проводится тестирование по финансовой грамотности. И можно ли проводить их в один день? Что значит «порус». Это по-русскому, это, наверное, какое-то... Что, ВПР или что? Это решают региональные координаторы совместно с директором. То есть, нежелательно, чтобы учащиеся были вовлечены в какие-то измерительные процедуры, в двух исследованиях, для того, чтобы исключить тревожность и снижение результата в связи с перегрузкой. Можно ли провести две сессии в один день? Конечно, можно. Так, я позволяю. И, причем, перед второй сессией не нужно делать диагностику компьютера, если вы флешки не вытаскивали из компьютера. Третья сессия, третья смена уже просто физически невозможно провести. Так. Ага, в образовательной организации диагностика компьютеров показала, что ни один ПК не соответствует... Не соответствует. Что делать? В данном случае, да, есть два варианта. Либо компьютеры, да, привозятся в школу, в образовательную организацию, да, мобильный класс, да, организуется. Либо учащиеся приглашаются в другую образовательную организацию, в другую образовательную организацию, где есть нужное количество компьютеров. Сколько человек в администрации тестируется? Тестируется школа, а не сотрудники администрации. Поэтому одна анкета от школы. А сколько человек принимало участие в ее заполнении, это уже в школе решается. В какой отчестве отправляются материалы вам? Желательно, чтобы это была надежная служба доставки. Некоторые уже имеют опыт, пользуются услугами каких-то организаций. Это уже относится к региональным координаторам. Когда вы отправляете посылку, то есть материалы, то, пожалуйста, предупредите нас об этом. Может ли координатор образовательной организации быть лицом, проводящим тестирование? Да, конечно, может. Можно еще раз повторить про флешки, про сохранность и архивирование данных. Да, давайте мы перейдем к этому слайду. Сейчас. После того, как проведено тестирование, собираются все флешки. Кто-то один, предположим, это учитель информатики, садится и копирует с флешек результаты, то есть архивы с результатами, с каждой флешки. Где находятся эти архивы, этот путь прописан к этой папке на слайде. Также это написано и в руководстве по проведению, и в руководстве по использованию программы, тоже эта информация дана. После того, как можно проверить, что все архивы собраны, если у вас участвуют 52 учащихся, то у вас должно быть 104 архива. Тогда все на месте, и вы можете архивировать уже эти архивы, которые вы собрали, то есть в одну папку, в один zip-архив помещать. Называйте этот архив идентификационным номером вашей образовательной организации. И уже после этого направляется региональному координатору. Я думаю, что понятно это. Если нет, то напишите, если остались вопросы. Если проводится тестирование, только по финансовой грамотности. Тестирование будет состоять из... Да, 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 мы это уже тоже ответили на этот вопрос. Уважаемые коллеги, на этом все. Да, похоже, что мы ответили на все вопросы. Да, отправляйте региональному координатору по электронной почте. Да, да. А региональный координатор уже направит нам. Уважаемые коллеги, мы подходим к завершению. Еще у нас есть время, но если все-таки все вопросы заданы, и мы постарались ответить на вопросы. Если вопросы появятся в процессе подготовки и проведения тестирования, пожалуйста, пишите нам по электронной почте, да, связывайтесь с нами, и мы будем стараться оперативно все вам ответить и оказать поддержку. Ну, в заключение, коллеги, мы желаем вам успехов в проведении исследования. Это очень важное для страны исследование, которое показывает, насколько мы можем подтвердить уровень качества образования в стране в соответствии с международными стандартами. Именно результаты международных исследований в настоящее время говорят нам о том, что российская школа на подъеме, что, в общем-то, те реформы, которые проводятся в образовании, стандарты приносят позитивные результаты. Мы очень надеемся, что вы проведете достойно, надежно дадите данные для того, чтобы их можно было бы использовать, для того, чтобы решать некоторые вопросы, связанные с изменением системы образования, с принятием новых стандартов. Это для нас очень-очень важно. Желаем вам творческих успехов, желаем вам успешно все завершить и ожидаем в мае результаты ваших исследований, для того, чтобы дальше уже их обрабатывать и получить информацию по результатам исследований. Всего вам самого доброго. До свидания. Завершаем. 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 Завершаем.